Новогодние концерты и спектакли в премьере – это всегда праздник. Музыки, ярких красок, невероятных сюрпризов и отличного настроения. И для взрослых, и для детей артисты всех коллективов приготовили свои подарки. «Новогодний кинохит» – так назвал свою праздничную программу Кубанский духовой оркестр. Она с успехом прошла на сцене муниципального концертного зала. В прошлом году подобный концерт, любимый многими поколениями слушателей эстрадной и киномузыки, имел ошеломительный успех. Артисты играли в фойе музыкального театра под нежный звон бокалов с шампанским. В этом году билеты на заявленный концерт были раскуплены в течение нескольких дней, так что пришлось давать дополнительные. На этот раз на другой площадке. Впрочем, сцена муниципального концертного зала для духового оркестра совсем не чужая. Коллектив здесь выступал достаточно часто. И вот новая встреча со своими поклонниками. Попури на темы музыки из советских и зарубежных кинофильмов, фрагменты из известных опер и симфонических сочинений русских композиторов и, конечно, шлягеры на все времена. От такого новогоднего коктейля закружится голова у любого меломана. Тем более, если играет настоящий оркестр Дедов Морозов. Чтобы кубанская детвора смогла весело отметить Новый год в каждом уголке края, артисты ансамбля казачьей песни «Креница» приготовили новую музыкальную сказку. И первой повезли ее в Славянск на Кубани. Спектакль с интригующим названием «Что рассказала Сорока?» «Новогодний переполох» поставлен режиссером Вячеславом Егоровым, а придуман кубанскими авторами Людмилой Фоминых и композитором Игорем Манисимовым. Это уже третья их совместная работа с «Креницей». Не все ладно в волшебном лесу. То принцессу Светлану превратит в каменный цветок злой колдун, то Ивана Царевича в старика. Свои козни строит Баба Яга, и за всем этим наблюдает вездесущая болтливая сорока. Как быть лесным жителем и как спасти влюбленных? Юным зрителям, конечно, придется поволноваться, но в новогодней сказке все всегда заканчивается хорошо. Артистов ансамбля «Креница» можно смело назвать универсальными. Они играют, поют и танцуют, и делают это так легко и естественно. А еще очень по-добрану. Поэтому и не боятся ребята, ни Баба Яги, ни Кикимары, ни прочей нечисти. Мне больше всего запомнился этот вихрь. То, что они там бьются, кружатся почти в каждом кадре. Мне очень понравилась эта сказка, потому что было очень много позитивных эмоций. Мне понравилась больше всего Баба Яга, потому что она вся такая вот, такая прям хорошая. Мне очень понравилась эта сказка, потому что тут были очень смешные актеры. Эта сказка сама по себе чудесная, волшебная. Мне понравилось, когда добро победило зло. Ведь всегда в сказках так и бывает. Приходите на эту сказку. Это будет очень интересно. Это не реклама. Целая серия спектаклей и музыкально-театрализованных программ традиционно подготовлена для юных зрителей в эти праздничные дни в музыкальном театре. Побывать в гостях у Гудвина великого и ужасного, но совсем не страшного, а очень даже доброго, вместе с героями других сказок смогли дети и взрослые, которые пришли на одно из таких представлений. Герои нового музыкла «Волшебник изымрудного города» путешествуют в волшебном мире сказок. А фрагменты из любимых балетов и музыкальных спектаклей «Чаполина», «Спящая красавица», «Приключения Буратино», «Летучий корабль», «Королевство кривых зеркал» и других в исполнении артистов театра балета Юрия Григоровича, музыкального театра и воспитанников детской студии создают то мистическое ощущение радости и веселья, которое непременно должно окружать всех людей вне зависимости от возраста в предновогодние дни, ведь каждый взрослый хотя бы раз мечтает вернуться в детство. Потрясающий спектакль, великолепная постановка, музыка, декорации, костюмы – все на высоте. Очень талантливое и безупречное исполнение артистами, нет слов, полный восторг. Аплодирую стоя, мы не в первый раз в премьере и точно придем к вам много-много раз. Так говорят зрители и пишут необычайно добрые трогательные слова в книгу отзывов и в соцсетях после просмотра мюзикла «Волшебник из имрудного города» в музыкальном театре. Новый спектакль, созданный специально к новогодним праздникам, стал незабываемым подарком для всех, кто любит мечтать, вне зависимости от возраста. Мне очень важно, чтобы дети, которые увидят этот спектакль, они почувствовали, что очень важно, помимо дружбы, помимо того, что нужно дружить и не бояться фантазировать, еще какое-то душевное начало, что-то такое трогательное, что-то такое нежное, что есть еще человеческие глаза, близкие люди, что есть мечты. Можно мечтать, можно куда-то попадать в своих мечтах в необозримые страны и сказочные города. Надо не бояться этого. Мюзикл «Волшебник из имрудного города» создан специально для нашего театра. У нас в Краснодаре состоялась его мировая премьера. Музыку написал один из топовых композиторов жанра Евгений Загут. Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Денис Ивинский. Сценография Татьяны Барановой. Костюмы придумала Анна Рутюнова. Проделана огромная, серьезная работа, и спектакль получился масштабным, но не тяжеловесным. Наверное, еще и потому, что главные роли исполняют молодые артисты театра. А Элли – сразу две талантливые солистки. Я эту сказку люблю с детства. Мой любимый мультик советский «Волшебник изумрудного города» – это был прям мой любимый мультик. Потом вот недавно я столкнулась с мюзиклом «Волшебник страны Ост». Джуди Гарленд – это стала моя, наверное, любимая актриса. И я вот подумала, интересно, сколько ей лет было. А ей было столько же, сколько и мне. Вот 16 лет. Я думаю, интересно, как-то так получилось. Я с таким, наверное, первый раз столкнулась, чтобы было так много материала. Я всегда об этом мечтала, то есть играть целый мюзикл. Я почти не схожу со сцены, то есть вот там буквально ария бастинды, я передыхаю. А так мы все время с ребятами на сцене находимся. И достаточно, конечно, тяжело, сбивается дыхание, нужно петь, все вживую, оркестр. И я этому очень рада. Легкая, воздушная, мечтательная девчонка, которая вечно витает в облаках, которой все интересно знать, почему облака летают, почему бабочки, почему травка растет. Мне хорошо, потому что я могу играть девчонок. Не все взрослые могут себе позволить это. А мне еще можно побыть в детстве, можно пошалить, побаловаться. На сцене в жизни я уже не могу себе этого позволить. Это как раз самое хорошее в моей профессии, в моем амплуа. Я играю роль Страшилы. Подготовка у меня началась, наверное, еще раньше, чем вообще объявили об этом мюзикле. В спектакле Мистер Икс, где я играл Тони. В обеих ролях зажигательные танцы, в которых ты еще и поешь. Поэтому это довольно сложно. Но в то же время я люблю такие задачи, чтобы давай сделай это, как бы проверяет тебя, а сможешь ли ты это, а сможешь ли ты то. И ты, да, смогу, я сделаю. Я станцую, спою. Страшила постоянно находится в неком движении. То есть мне, как Александр Викторович сказал, у тебя в коленях шарниры. Я такой, вау, здорово. И вот это вот постоянно, то есть Страшила этим живет. То есть он так движется, ему немного неудобно постоянно. Но чтобы отправиться за мозгами к Гудвину, он вынужден. Как-нибудь попробуйте так походить. Я думаю, это да, это непросто. Трусливый лев, семейство кошачьих, то есть это какие-то такие плавные движения, перетекающие из одного положения в другое, вот. Постоянно ищу головой, что, где и как. А его вот это вот трусливое нутро, на самом деле в конце спектакля раскрывается нутро каждого персонажа. Появились друзья, которые смогли его поддержать в трудную минуту. И он постепенно раскрылся, и оказалось, что он не такой уж и трусливый. Это мне помогало в спектакле, переходить вот из такого трусливого льва, который всего боится, но благодаря поддержке своих друзей, определенным ситуациям, борьбы со злом, нашел в себе силу воли быть храбрым. Сам того не зная, Гудвин это подтвердил, как бы дал нам эту смелость, которая у нас уже на самом деле была у всех. Под маской железного дровосека скрывается Илья Жарков, а Гудвина – Владимир Потапов. Очень ответственная роль Татушки досталась воспитаннику детской студии музыкального театра Прохору Флягину. Юный артист работает во многих спектаклях. Кармен – цыганский барон от мала до велика. Татушка – первая серьезная роль. Я немножко, конечно, подражала моей собаке, мой пёс. Он такой игривый, точно так же, как Татушка. Особенность этой роли в том, что я как бы, можно сказать, совесть этой Элли. Я ей говорю не отвлекаться, чтобы у неё всё получилось, и она попала домой. Сложности не было, но единственный минус – это был в проблему с костюмом, потому что большой и очень жаркий. Вся труппа принимает участие в спектакле – хор, балет и, конечно, ведущий солиста театра. Алексею Григорьеву на этот раз досталась роль людоеда. Он не злой, он больше комичный. Это настоящий комичный персонаж. Тут очень, очень остроумный текст, просто как бальзам на душу. И очень красивая музыка. Прям такая настоящая, серьезная музыка. То, что я вижу, что происходит на сцене – это очень достойно, очень красиво. Это, опять же, остроумно и, с музыкальной точки зрения, просто, я считаю, высший пилотаж. Это зрелище очень хорошее, я считаю, высочайшего класса. Ну, в принципе, как каждый год у нас в музыкальном театре. Смотрите на сцене Краснодарского музыкального театра. 31 декабря Максим Аверин читает сказку «Щелкунчик» в сопровождении Кубанского симфонического оркестра и с участием театра балета Юрия Григоровича. С 3 по 5 января – мюзикл для детей «Али Баба» или «40 песен Персидского базара». С 6 по 8 января – музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством». С 10 по 12 января – балет Чайковского «Щелкунчик». «Али Баба»